Это исторический центр Афин, снятый с высоты птичьего полета. Вдалеке от захватывающих видов города разместился временный лагерь для бешенцев. Афганцы собрались тут, чтобы оплакать потерю своего товарища. Молодого человека отправили назад, в родной город в Афганистане, где его почти сразу убили талибы. Сегодня мы тут скорбим по всем тем, кто погиб мученической смертью в нашей стране. Все они молятся за тех, кто погиб в результате постоянных волнений в Афганистане. Международное сообщество причисляет Афганистан к постконфликтным странам. Но афганцы остаются среди трех основных национальностей, ищущих убежище в Европе. Это Иринекон, бывший международный аэропорт, а рядом спортивный комплекс, построенный к Олимпийским играм 2006 года. Эти здания забросили, и они пустовали. Сейчас тут живет около четырех тысяч беженцев из Афганистана. Некоторые семьи, которым не хватило места в зданиях, поставили свои небольшие палатки за пределами здания аэропорта. Они не хотят добровольной репатриации и надеются на другое решение европейской системы предоставления убежища. Тех, кто прибыл сюда после заключения соглашения ЕС и Анкары, отправят в Турцию. Таза – вдова и мать шестерых детей. Сначала уехала из Афганистана в Иран. Талибы ходили от одного дома к другому, забирали женщин и девушек, надругались над ними. Она приехала со своей семьей в Грецию в апреле, но из-за бюрократических процедур и длительных задержек не смогла ходатайствовать о предоставлении убежища. Будучи без денег, она решила добровольно вернуться с детьми на родину в Афганистан, хоть и очень боится. В Афганистане нормально жить невозможно. Там постоянно война. Дети очень боятся. У меня нет никого, кто бы мне помог выжить финансово. Мой сын очень напуган и не хочет возвращаться домой, но я решила вернуться, хотя у меня и нет на то оснований, и мой сын не хочет. Решение Тазы привело к конфликту с сыном. Он говорит, что возвращение в родной город может стоить ему жизни. В парке, сразу возле лагеря для беженцев, Таза пытается убедить сына вернуться в Афганистан, но предупреждает, что будет нелегко. И что будет, если мы вернемся в Афганистан? Жить в Афганистане очень тяжело. Поверь мне, я там была и все видела своими глазами. А в Иран мы не можем вернуться? Это сложно. Статус беженца в Иране стал недействительным после выезда семьи из страны. Вернуться туда они уже не могут. Вечером мы встречаемся с Тазой и ее сыном в центре Афин. Они говорят, что программа добровольной репатриации Международной организации по миграции предлагает им переехать в Кабул, называя его «безопасным городом». Теперь они переживают, как им вернуться в свой родной город в северной провинции Баглан, где до сих пор хозяйничают талибы. Мне страшно. Смогу ли я туда вернуться? Не убьют ли меня там? Юсуф тоже из Афганистана. Последние 13 лет он пытался найти возможность остаться жить в Афинах. Но ему отказали в статусе беженца, как и многим другим афганцам. Он жалуется на ситуацию своему другу, которому удалось получить статус беженца. Не понимаю, что происходит с моим делом по предоставлению убежища. Ты выучил греческий? Конечно, выучил. Если бы я не знал языка, как бы я мог тут работать? А у тебя есть друзья среди греков? Да, конечно, есть. Юсуфу до сих пор угрожает депортация. Он об этом даже не думал, когда войска НАТО вошли в Афганистан в 2003 году. Знаете, сколько человек было убито за это время? Думаю, около 70 тысяч. За все эти годы. Я очень хочу иметь семью. Мне уже 42. Годы проходят, и я не хочу их упустить. Но прежде всего я хочу находиться здесь законно и получить все необходимые документы. Иди сюда, моя любимая Аманули. Юсуф ожидает окончательного решения по поводу его прошения в убежище и переживает, что его могут отправить домой, которого у него там нет. У меня нет никакой возможности вернуться в Афганистан. Почему? Потому что там царит беззаконие. Полномочия там только у тех, кто сидит в парламенте. У них есть поддержка армии. Все остальные не могут там себя чувствовать в безопасности. Вопросы у всех этих беженцев простые, но ответить на них просто невозможно. Откроются ли границы? Получат ли они статус беженца, если попробуют еще? Как они могут вернуться домой, если уже так давно оттуда уехали? Они нуждаются в помощи, чтобы начать жизнь снова и сохранить свою семью. Продолжение следует... Продолжение следует...